Стадион Спартак Вместимость стадиона Сколько будут вмещать центральные сектора И, соответственно, трибуны за воротами Значит, стадион рассчитан на 42 тысячи зрителей, болельщиков Значит, каждый из секторов, за исключением вип-трибуны Будет вместимость порядка 10 тысяч зрителей Восточная чуть побольше Трибуна Значит, расположен он таким образом, что его удаление от транспортной развязки очень удобно Это я говорю для болельщиков футбольного клуба Спартак Значит, рядом метро Тушино Здесь будет открыта новая станция Название будет стадион Спартак Находится она всего в 300 метрах от самого стадиона Значит, очень удобное расположение с точки зрения того, что свободное местонахождение Вот нет никаких препятствий для того, чтобы сюда могли спокойно прийти болельщики вместе со своими семьями Будет очень удобные проходы на трибуны Значит, будет сделана система прохода таким образом, что задержек не будет, не будет никаких очередей Для того, чтобы все было комфортно Расскажите об играх в зимний период Какие будут предприниматься меры, как для зрителей, так и для самих футболистов Значит, то, что касается зимних игр Значит, ну, во-первых, здесь будет натуральный газон Будет система подогрева предусмотрена Вот, ну, на трех трибунах, которые у нас в обычном варианте Ну, большого комфорта, конечно, не предусмотрено Хотя один из вариантов То, что было на других стадионах При посещении нашим руководством И вот лично Андреем Арнольдовичем Федуном Взято как одно из таких направлений Это когда для каждого зрителя предусмотрено отдельное такое сиденице дополнительное Для того, чтобы, ну, в холодное время года можно было себя более уютно чувствовать Что касается манежа, то когда вы планируете сдать его в эксплуатацию и сколько он будет вмещать? Весь комплекс всех очередей предусмотрен, значит, к сдаче до начала чемпионата мира 2018 года Значит, первая очередь это сам стадион футбольный Значит, вторая очередь это манеж на 12 тысяч зрителей Значит, причем он предусмотрен как для тренировок футбольной команды Так и для проведения мероприятий Вот, концерты будут проводить там различные шоу Рассчитано на 12 тысяч зрителей, он будет крытый Вот, и также гостиничный комплекс Предусмотрен тоже в третьей очереди строительство Все эти сооружения будут открыты до начала чемпионата мира 2018 года Вот, были слухи по поводу строительства хоккейной арены Это только слухи или действительно строительство такого комплекса тоже рассматривается? Рассматривается, значит, строительство ледового дворца Это не слухи, это перспектива строительства Но это уже следующая очередь, которая будет затрагивать уже дальнейшую перспективу Не связанную с чемпионатом мира 2018 года Леонид Федун говорил, что из Тарасовки спартаковская база переедет сюда Она будет к какому году готова? Так же, как стадион? Также будет все это подготовлено к началу чемпионата мира Даже чуть раньше И располагаться она будет в уютном месте в зеленой зоне За территорией южной трибуны, предположительно На территории всего комплекса, который сейчас строится Это действительно так И будет очень удобно для тренерского состава Для состава команды Потому что здесь же будет и игровое поле, тренировочные поля И сама база футбольного клуба «Спартак» Среди строителей стадиона можно встретить немало болельщиков «Спартака» Нам удалось пообщаться с одним из них Меня зовут Георгий А болеешь в «Спартак»? Болею Сколько лет уже? Ну, наверное, лет 7 Больше 15 лет уже есть А на стадион ходишь? Да, регулярно хожу, даже абонемент покупаю А на какую трибуну? В, В9 В9? Да А почему не на В8? Ну, получается, на В9 пока Может, я на В8 попаду А вот ты строишь стадион Уже планируешь, на какой сектор сюда будешь брать абонемент? Ха-ха, планирую Но это тайна, не скажу Скажешь? Не скажу Хотел бы ты строить стадион «Динамо»? Нет, конечно А почему? Ну, потому что я предан своей команде И, наверное, так как я строю здесь, наверное, стадион Наверное, никому больше не буду строить Что же касается «Динамо», то дела у них идут плачевно На месте стадиона выкопана только яма Символизирующая их место в турнирной таблице А перспективы постройки самого стадиона остаются туманными В отличие от стадиона «Спартак» Который примет своих преданных болельщиков Уже менее чем через полтора года Который примет своих преданных болельщиков Который примет своих преданных болельщиков